всем привет мы продолжаем прохождение кампании ли он так вот после того как мы прошли в общем-то порт билера фонд нас появилось новое задание мы должны активировать ретрансляторы смотрите вот тут ситуация такая что мы сейчас находимся посмотрите вот на на орбите иредила так вот мы должны попасть вначале на орбиту битира далее на хират и нас к тару ведь какой достаточно суровый такой перелет ну что давайте не будем тогда оттягивать время посмотрим как у нас в каком состоянии у нас реактор все как бы хорошо заряжена так смотрим в каком состоянии у нас вар печейки в принципе все тоже неплохо сколько сожгем столько сожгем принципе у нас есть запас вот посмотрим достаточно неплохой запас ну и здесь принципе у нас тоже вар печейки есть ну давайте будем потихонечку прыгать на орбиту я предлагаю все-таки прыгнуть сперва на орбиту битира это будет достаточно неплохо вот смотрите тут тоже интересная ситуация обратите внимание тут планеты стали в такой как бы ряд да это нам упрощает ситуацию давайте так поехали то есть по классической схеме вначале создаем произвольную орбиту такую достаточно простую так чтобы она главное ни с кем никак не пересекалась все будет замечательно вот так побольше чуть-чуть то есть выровняем ее все а потом нам нужно будет прыгнуть на пан 5 и на на пан 4 это астероиды ну и заодно получим информацию ту которая у нас была в самом начале после того как мы осмотрели форт белерафонт так вар перемещения максимальный 3 так сколько у нас получается ну где-то меньше 9 минут отлично так сходим из этой орбиты и летим так скажем на свою родную орбиту питере ну все тема замечательно давайте так вы смотрите перед нами была задача осмотреть форт белерфонт вот и мы получили информацию о тены майерс очень интересную то есть вот она что нам она пишет что старик созвал экстренное совещание старик это герман димбергер вот старик 76 лет помните еще обращал внимание думаю ничего себе такой пенсионер капитан первого класса еще вот созвал экстренное совещание но что черт возьми командование экспедиции делаем все это время и должны были разбудить нас что ж по крайней мере адмирал адмирал вот там как раз еще был такой адмирал санди отреагировал среагировал немедленно мне нужно посмотреть о чем они со стариком говорили информация на главном пульте безопасности так вот на главном пульте безопасности мы открыли личный журнал вот как раз форте белерафонте это капитан дембергер из корпорации альтаир как некоторые из нас возможно уже слышали строительная площадка кнососа была разрушена в результате беспрецедентной атаки экстремистов сынов земли вот эта секта сынов земли конечно всех убивает поэтому я сейчас созываю странное совещание командного состава экспедиции которые вступают силу немедленно так вот мы должны были найти помните мы там еще мучились с этой так называемой консоли безопасности форта белерафонта так вот нашли мы ее и вот там на этой консоли мы получили информацию переписка переписка между адмиралом санди и капитаном дембергером вот санди напиши приветствую старика как ты держишься я получил ваше сообщение вскоре присоединюсь к вам сколько мне потребуется некоторое время чтобы добраться туда и приказал клаудин предоставить вам обновленные пропуска пуска вот дембергер клауди приходил ко мне сегодня утром с кодами так то есть интересная информация так но отвлекся нам нужен план действия сэнди ты не хуже меня знаешь что мы не можем позволить себе играть в ожидании нам нужно что-то сделать до того как политики проснуться вот это адмирал санди пишет в вернее сообщает ему тоже письме в точности мои мысли просмотрел отчеты из бурнера и кнососа сыновья земли нашли способ вводить датчики сдс вот такая ситуация и мы до сих пор не можем понять как это как это сделано но в классе вашим кораблям удалось обнаружить их так что я предполагаю что именно поэтому им понадобилось саботировать основную систему в самом кнососе проализировав данные вот этот адмирал санди говорит данные из теле джен считаю что они могут устранить несовместимость установить обновленное оборудование hermes на датчики на датчики алькорп это должно отдать более широкую сенсорную сеть вот но используйте свои алгоритмы отслеживания в любом случае скоро буду горит в биллера форте так что мы сможем поговорить лично вот дембергер отвечает звучит интересно я проверю это со своей команды и посмотрю что они скажут учитывая все что происходит они будут рады любому шансу на расплату шанс на расплату так вот чего нам майерс нам говорит как я горит и думала адмирал санди и даже я подтвердили что сыновья земли могут уклоняться от датчиков сдс то есть обнаружение поэтому он и дембергер затем искали входной путь и судя и судя по данным их план был в половину не так уж плохо половину главное не знаю в четверть в единицу так сколько нам еще порхать 4 минуты да вот адмирал санди до инфраструктуры трудовые ресурсы алькорп поддерживаемые технологиям и опытом сдс установив оборудование наблюдения hermes на аванпостах алькорп они создали бы большую сенсорную сеть такую которая могла бы охватить весь или он если все сделано правильно у меня есть коды но мне понадобятся данные из каждого поста так что в путь ну смотрите так посмотрим как у нас здесь все по-моему замечательно вот и капитан дембергер и адмирал санди планировали выследить убежище сынов земли вот такая вот ситуация но эти сыны земли это просто какая-то безумная секта все ломаются взрывают на своем пути ужасно так вот наша задача необходимо активировать ретро ретранслятор астероида чтобы найти убежище сынов земли ну все перед нами 5 ретрансляторов которые мы должны активировать летим так нам осталось сколько тут до орбиты пятира еще три минуты ну давайте так будем переодеваться золотой скафандр смотрим что нам нужно будет аптечки так кислород у нас там есть все есть но в принципе сейчас мы подготовимся быстро и на подлете будем сразу откачивать кислород чтобы сразу не терять времени посмотрим по мо второй до сбрасывали да точно давайте так птички нам понадобится эту пустую ячейку вернее варп ячейку мы туда забросим в ящик все в принципе нам по большому счету я думаю ничего не нужно какие взломчики нам не понадобится аккумулятор у нас заряжен на 88 процентов смотрите сами 88 это у нас батарейка освещения в принципе все хорошо так переоделись в тир 4 хоть его там колдовый золотой я не знаю вот кто как называет ректины ранец четвертого тира костюм ну вот уровень номер четыре уже так протеус и е все сбрасываем пустую он тоже здесь по моему выгорело уже хорошо в принципе мы на подлете уже да это по моему первый ящик да точно потом их переработаем сделаем еще сколько нам еще до меньше минуты но все отлично вот кстати остальные перелеты я надеюсь мы будем вырезать эти длинные перелеты почему потому что как бы не имеет смысла это такая долгая история но оптимально конечно чтобы не задерживаться потому что возможно будет более длительные перелеты чтобы не тратить не ваше не моё как говорится вот при просмотре видео например время но смысла нет я думаю ну все отлично подлетаем он впереди наш битер вот и наша задача потом промчаться по этим стероидам но сразу говорю что возможно возможно придется снова перезагружаться почему потому что при прохождении вот этих всевозможных квестов подвисает подвисает саму подвисается прохождение компании этой но ничего страшного ну вот видите тут какая ситуация достаточно жесткая идем по следу этих так называемых сынов земли ну это вообще какие-то беспредельщики там они во первых колонизаторов этих не разбудили там народу погибло тьма они должны были все это как бы грубо говоря подготовить вот они так подготовили что все как говорится в ужасном состоянии все прилетели отлично так смотрим в принципе все равно какой лететь можно на 4 можно 5 давайте пока вар перемещения ну давайте вот так она третьим у нас чуть быстрее будет нас не хотелось бы тянуть это все вот так я только менять будем варпичейки без остановки ну так что у нас тут то есть выжгли так давайте все ставим мы потом это все забросим до ящик это что такая система тут можно внизу находиться наблюдать за полетом так давайте как можно быстрее все это дело ну то есть вот такой достаточно своеобразный алгоритм полетов теперь по стероидам по этим ну потом в конечном итоге мы наверно сможем найти эту все прилетели так отлично так одеваем шлем откачиваем воздух пока откачивается воздух мы подлетим поближе к астероиду так вот давайте отключим качество у нас хорошее пока откачивается воздух подлетим поближе к астероиду вот нам нужно будет активировать прямым передатчиком но надеюсь у нас не заставит лететь там первый второй там третий четвертый опа 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 так это мы лихо так разогнались помедленнее чуть помедленнее так не вижу упор и он тут уж той стороны давайте с той стороны у левер тихонечку подлетим прям цели указали давайте чтобы не облетать этот весь астероид со всех сторон просто не вижу упор на обратной стороне гай а вот все видно все 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 отлично вот вниз что ж такое вот так поближе ну я говорю возможно придется перезагружаться ну посмотрим ну что насколько вот мы сталкивались до этого что вот такая вот билипетристика ну в принципе достаточно да вот он освещен скорость мы сбросим так сам там мастероид крутится как куда-то уходит он тут все вперед так воздух мы откачали все замечательно берет берет ну вот аркус освещает нам а вот мы должны активировать в конечном итоге нам дадут вот тут координаты убежища этих цинов земли так что там вверху да поближе поближе так ну давайте перегрузимся наверно потому что но это он не активируется почему-то мы перезагрузились но все давайте подлетим поближе пробуем все без проблем без проблем давайте на корабль и что и что летим на следующий астероид вот такая вот ситуация интересная вот вперед-перед труба зовет не на самом деле с этими астероидами постоянно какая-то проблема когда проходишь там вот когда компанию или где-то вот самом начале помните вот ну ни в какую уже такая же была катаваси мы там активировали ретранслятора и вот ну ни в какую то есть и страдались по полной программе давайте так вот он ретранслятор все взлетаем потихоньку и знаете что сразу полетим на другой астероид не будем тянуть смотрим ищем летим к нему на третьем варпе все как положено вот активировать вот так оптимально то есть у нас нужно еще активировать 4 ретранслятора ну давайте потихонечку тогда будем это выполнять потому что ну как-то надо проходить эту кампанию вот это вот этой полеты с лагами с этими с непонятными там зависаниями с тем что это все постоянно лагает не работает ну что делать вот он такой хеллион давайте быстрее 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 подлетим к самому астероиду приближаться к нему там я не знаю как это все за синхронизируется ну вот я не знаю это такая проблема проблем активируется он не активируется ну главное на корабль попасть после активации посмотрим как это все будет выглядеть так сколько там 17 секунд ну вот достаточно лихо то на третьем так конечно варпе вот тут по орбите битира летаем ну что делать хоть он конечно такой затратный вот есть четвертый тут вообще конечно лихой но это уже нужен так называемый голдовый детонатор вот подлетим вот подлетим к логучему вот застабилизируемся и потом попытаемся активировать все это дело играет эти синхронные рассинхронные это конечно вообще это ужас и ничего тут сделать невозможно это не победить так давайте вот мы уже видим у давайте сбросим скорость так еще поближе может быть вот так так сколько у нас там 200 метров да тогда мы сможем мы сможем застабилизироваться насколько я помню хотя попробуем так а все даже больше все полетели ну посмотрим может придется тоже заниматься перезагрузкой ну что делать идти подальше встали от астероида мало ли что поближе это у нас получается пятый да мы должны активировать его ну главное корабль попасть и потом посмотрим так чуть помедленнее не хотелось бы биться этот прием передатчик вот смотрите тоже похожий по моему да 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 такой же похожий рычаг ну все поближе пробуем есть отлично все на корабль подальше поставили витир как красиво выглядит прямо сказка так летим на наш корсар все как бы хорошо все замечательно так тоже разгоняться не будем ну то есть мы два передатчика активировали вернее ретранслятора все это нужно только с одной целью найти этих сынов земли вперед вперед так все достаточно неплохо вот он стероид вот прием передатчики поднимаемся и становимся на орбиту битира это будет оптимальный вариант так смотрим так нам нужно попасть нам нужно попасть нахерат вот примерно сейчас мы сделаем произвольную орбиту так давайте побольше вот так и так примерно где-то так да может чуть подвернем в эту сторону вот отлично то что нужно варп перемещения так у нас третий варп так ну давайте активировать все полетели прям чудом вот сейчас мы встанем на орбиту так у нас конденсатор заряжается то есть все замечательно реактор у нас в работе мы жгем очень много энергии ну к себе на базу пока залетать не будем но смысла нет ну давайте вот таким образом все сейчас сейчас мы посмотрим в каком состоянии у нас варп ячейке и накачаем воздух и прыгаем в сторону пирата так 14 секунд все отлично все шикарно так посмотрим все мы на орбите битера так давайте что мы сделаем мы ох ты как видите начинает подлагивать ну не знаю вот эта особенность с этими нюансами когда по астероидам летаешь то есть постоянно какие-то вот моменты проскакивают что-то рассинхронные такие закрываем вот сейчас накачаем воздухом так накачаем воздухом и все и будем строить новую орбиту и полетим непосредственно уже керату снимаем вот так все хорошо давайте сюда посмотрим каком состоянии у нас так одна у нас варпичейка уже сгорела ну давайте поставим еще ну и все вперед идти нахерат тоже таким же методом ставим создаем произвольную орбиту вот ну я надеюсь мы тут все записывать не будем у нас будет версия light так сколько у нас тут полет продлится ну больше больше так 13 минут ну все активируем вот таким образом так стартуем все ну давайте так я думаю мы сделаем тут небольшой перерыв в том отношении и ну как небольшой перерыв потом сразу как тут на подлете я включу соответствующую записи и мы посмотрим как у нас тут будут обстоять дела ну все давайте все отлично мы подлетаем планете херат все хорошо вот он как раз появляется тут ну чем то тоже похоже на бетир вот такой же вот синий гигант что там в виде облаков там по нему какие то там как это реки облаков ну все сейчас мы встанем на орбиту и дальше пойдем по компании в принципе все хорошо давайте сразу будем готовить корабль так отключаем выкачиваем воздух вот заодно прыгнем сейчас ну все все отлично так так забирают системы остатки воздуха все забрали вот смотрим что нас ждет так нас ждет вот два астероида не знаю ну давайте на второй вначале слетаем потом на третий ну или без разницы на какой в принципе так да у них тут расстояние конечно суровые на этих астероидах давайте так сейчас подлетим ко второму полетим нам тоже нужно будет активировать ретрансляторы ну посмотрим как это у нас получится так посмотрим здесь у нас чем дальше от хелиона тем ниже активность его и у нас естественно солнечные батареи конечно меньше нагружают систему поэтому нам нужно будет конечно работа реактора у нас тут как говорится будет спасать все все давайте подлетим посмотрим что это за ретранслятор и попытаемся его активировать ну я говорю это вот не факт то что у нас первые попытки получится но постараемся как нас игра там пропустит или он нас пропустит жесткий вот такая ситуация достаточно интересная ну все ну потихонечку движение есть вот если все здесь удачно получится то все достаточно хорошо дальше мы потом прыгнем на скотар так все я понял подлетаем вот такие длинные перелеты там еще кстати длиннее там почти с одной орбиты на другую две крайние орбиты какие такие суровые перелеты вот все прилетели так давайте развернемся вот он все все прям летим в его сторону так сближаемся и ну обычно там народ как бы подлетает прям плотную посмотрим как у нас выйдет как получится конечно конечно не знаю там кто-нибудь посоветует еще ресурсов покопать но это я думаю уже лишнее так давайте поближе в принципе неплохо снизим скорость еще снизим у нас гейзеры бьют все как бы хорошо вот так ух ты елки моталки осторожно потом придется проварить наверно видно да я что-то погорячился теряем былую легкость зацепились тут за что-то такое непонятное поближе подлетим потом посмотрим позор мои седины где-то мы что я повредил я не знаю но потом проварим потому что с неисправным кораблем летать это тоже знаете на большого любителя так вот подлетаем мы к ретроусулятору вот он такой будем активировать его поближе какой-то поломанный побитый побитый так тоже похоже рычаг ничего такого сверх оригинального какие-то искры с него сверху там так все давайте поближе к нему нет нет вот видите как я и говорил не прокатило давайте знаете что давайте перезагрузимся все все мы перезагрузились давайте проверять все прошла активация летим на следующий астероид вот 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 ситуация давайте на корсар вот так и на следующий не будем тут промежуточных орбит ничего такого подлетим вот подлетим как у нас тут осколки прям пролетают чуть ли не сквозь корабль давайте так третий активировать все лет ну вот вот такая ситуация корпус еще поврежден ну давайте знаете что да то есть подлетели конечно мы лиха вот я предлагаю что активировать если все у нас удачно сложится активируем этот как его звать еще один ретранслятор и тогда мы проварим корпусы и тогда уже будем думать о том как куда и зачем лететь ну я думаю рванем на скатар это будет оптимально вот 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 44 Да, повредил, конечно. Ну, что делать? Вот так это. Посмотрим, может, где-то внизу тут. Не знаю, где там. Снизу. Обычно там. Давайте возьмем один. Ремонтный аппарат. Еще где-то. Цепанулся, да. Теряем, говорит, былую легкость. Так, 40 секунд. Давайте наверх. Вот. Так, взяли ремонтник. Все, водорода достаточно. Ну, посмотрим. Вот такие вот интересные ситуации тоже бывают. То есть, кажется, уже... Все очень просто. Но вот именно из-за того, что происходит, вот такие вот нюансы, связанные с перегрузкой постоянной, то есть с записью... Вот так, прям подлетели. Чуть ли не в упор. Давайте так, чтобы не терять времени. Может быть, запишемся. Вот так, подлетим в начале. Стабилизируем орбиту, а потом вот таким планом. Просто жалко времени нашего. Так, посмотрим. Где-то должен он. Ну вот, уравниваем скорость. Все. Скорость выровнена. Так, смотрим. Все, давайте так. Улетим. Смотрим, что нас ждет. Все ближе и ближе. Подлетаем. Так. Так, с той стороны, да, у нас рычаг. Давайте подбираемся поближе. Все, отлично. Вот, просто замечательно. Давайте на корабль. Далеко мы, конечно. Ну, что делать? Просто неохота. Я не знаю, вот это... С чем это связано? Может, близко, когда подлетаешь. Может, еще какие-то нюансы. Ну, вот начинает там лагать, бросать, откидывать. Там еще что-то происходит. Жуткое. А мы, как бы, далеко находимся. Нас не отбрасывает, не отлагивает. Ну, замечательно. Давайте так. Ну, еще остался у нас один астероид. Знаете что? Давайте я предлагаю все-таки встать на орбиту Керата. И только потом лететь уже на Аскатар. Это будет самый оптимальный вариант. Так. Все. Закрываем. Отлично. Так. Давайте так. Сейчас потихонечку поднимемся и будем смотреть, как это все будет выглядеть. Нам нужно встать на орбиту. Так. Смотрим. Угу. Понятно. Нам нужно будет лететь сюда, на Аскатар. Так. Давайте создать произвольную орбиту. Так. Давайте поболее. В принципе, у нас ничего такого. Смотрим. Да. Ну, примерно в эту сторону. Давайте еще подвернем. Вот так. Вар перемещение. Так. Где-то так. Угу. Отлично. Отлично. То, что нужно. Все. Ну, давайте, знаете что? Тогда будем накачивать корабль воздухом. Так. Включаем. Очистку воздуха. Все замечательно. Смотрим. Так. Ну, у нас заряд идет. Все, по-моему, даже очень неплохо. Сейчас встанем на орбиту. Так. Снимем шлем вначале. Вот. И давайте, знаете что? Угу. Все. Посмотрим, в каком состоянии у нас варпичейки. Так. Ну, две выгорело, да? Отлично. Так. Одну возьмем. И еще и запаса. Так. Эти мы сбросим здесь. Пустые. Ну, надеюсь, нам хватит. Хотя. Вот еще у нас была. Он что-то не обратил внимания. Промчался. Давайте поставим ее тогда вот здесь. На самом видном месте. Замечательно. Так. 24 секунды. Мы сейчас стартуем. Ну, я тоже предлагаю, как бы, вот этот кусок полета на Аскатар. Ну, как бы, не то, чтобы вырезать, но убрать. То есть, для того, чтобы не было, там, этих по... Там, по 10, по 15 минут перелета вот эти. Это, конечно, вымораживает. Мягко говоря. Очень мягко говоря. Так. Все. Все отлично. Так. У нас тут... Вот посты летают. Что тут и налетает? Ладно. Вот наш Корсар. Все. Давайте так. Нам сюда лететь. Создать произвольную орбиту. Нет. 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 Вот так. Ну, чуть поменьше, может быть. Совсем такую жесткую. Вот так примерно, да? Варп перемещение. Третий варп. То, что нужно, да? В принципе, так. Пар перемещение. Ну, все. Так. Сколько у нас полет продлится? 16 минут. Активировать. Вот. Отлично. Ну, все. Давайте так. Мы полетели. Все хорошо. Вот. Ну, при подлете. При подлете. Вот. Включим тоже запись. Ну, все. Давайте так. Мы подлетаем к планете Аскатар. Так, что у нас там в навигационной карте. Вот. Нам нужно будет сюда попасть. Достаточно очень интересный астероид. Ну, в принципе, все хорошо. Так, ну что. Может быть, есть смысл уже подготовиться к выходу. Хотя. Хотя нет. Давайте так. Вот. Когда подлетим к астероиду, тогда и будем скачивать воздух. Откачивать, вернее, воздух. И потом уже посмотрим, как и что. Так. У нас получается, нужно будет активировать еще один ретросселятор на астероиде, чтобы узнать это убежище. Это логово, можно сказать. Сынов земли. Вот. Это поиски. Все. Подлетели. Подлетели. Так. Смотрим. Так. На орбите. Давайте. Летим на сам астероид. Так. Меньше. Чуть минута, да, у нас получается. Вперед. Вперед. Вот и аскотар. Вот он сам аскотар. Такой. Тоже такой. Гигант. Вот. Ну, в чем проблема? Конечно, тут мы все дальше и дальше уходим от хелиона. Освещенность все меньше и меньше. Уже 79 единиц. До этого там гораздо было больше. Практически. Практически. Нахерать у нас было в два раза больше, да? Помните? 179, по-моему. В три раза. Ну, да. Получается где-то два с хвостиком. Вот. Ну, одним словом, смысл в чем? Что? Здесь без реактора очень тяжко. Вот. Если кто-то там любитель на стиропах летать за вперед. Ну, я не знаю. Это на большого-большого-большого любителя. Почему? Потому что все-таки одно дело, когда у вас, извините, есть реактор, вы заправились и у вас все хорошо. Другое дело, когда у вас этого реактора нет и вы на кондексаторе летаете, который еще как-то надо зарядить от солнечных батарей. так, ну что? Вот сам астероид. Ну, давайте летим к нему поближе. Где-то в километре, да, получается. Ну, давайте. Заближаемся. Потом выйдем, посмотрим, что там, как активируем. Надеюсь, у нас активация пройдет. Ну, посмотрим, как это все будет выглядеть. Чуть-чуть повыше. Вот. По-моему, чуть ли, по-моему, не с той стороны, да? На площадке. этой, на освещенной, по всей видимости. Ага, вот мы видим. Да-да-да-да-да. Вот он, передатчик. Все, потихонечку сближаемся. Ну, давайте. Все-таки не будем рисковать. Вот у нас так, корабль покоцан. Все, отлично. Все, выходим. Так, надеваем шлем, откачиваем воздух. Так, все, отлично. Смотрим. Вот у нас тут. Подлетим поближе. Сколько у нас? Все, по нолям. Вперед. Открываем нижний шлюз. карго. И попытаемся активировать. И попытаемся активировать. удар. То есть, если все удачно сложится, ну, посмотрим, что нам там дадут по заданию, куда лететь. Тоже какие-то искры с него сыпятся. Тоже какой-то полуисправный, полуисправный. Ага, вот. Так, пробуем. Все, отлично. Так. get to sound of yard without. Так, интересно. Давайте мы с этой стороны еще облетим, так его посмотрим. Такая красивая штука у нас тут. Передатчик. Вот так. Все, ладно. Давайте на корабль. Посмотрим, что нас ждет. Одним словом, все как бы хорошо. Все идет по плану. Все, мы на корабле. так, что нам предложат. Смотрим. Ох ты, мама дорогая. Полет наэредил. Тут, 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 ну, что? Давайте так. Нет, я предлагаю все-таки, хотя можно и напрямую создать произвольную орбиту, ведь им на опередил. Но это такая долгая история. Поэтому тут эти перелеты, конечно, на большого-большого любителя. Вот такие долгие. Вот. Смотрим. Варп перемещения. Так, чуть выровняем все это дело. Вот. Варп перемещения. Отлично. Так, смотрим. Ну, у нас тут этих варпичей, естественно, не хватит. Давайте мы чуть-чуть поднимемся вверх. Вот таким образом. И поставим новые варпичейки, свежие. Так, Так. Из расходов на суда. Так, еще у нас тут есть запас. Все. Ставим. Ну, все. Ух ты, у нас. Ну, видите, как закрафтилась интересная синяя, но с виду, как будто первого уровня варпичейка. Так, смотрим. Еще раз. Так. Давайте сюда. Вот. Нам нужно лететь на Эридил. Варп перемещения. Третий варп. Сколько у нас тут перелет займет. Так. 22 минуты. Все. Вперед полетели. Вот так. Ну, принцип такой же, по-моему, мы будем выполнять такой же принцип. Вырежем вот этот перелет. это, говорю, 20 минут. Это, конечно, серьезно. Ну, все. Давайте так. Мы подлетаем в планете Эридил. И, в принципе, мы достаточно близки в убежище сынов земли. что я могу сказать. Все замечательно. Все хорошо. Так. Ну, что? Давайте так сделаем. Все у нас хорошо. Все у нас замечательно в том отношении. Обратите внимание, чем ближе мы к Элеону, тем ярче освещенность было у нас. Помните, там 70 с чем-то сейчас 385. Отлично. То есть, нам не нужен реактор. В принципе. он только нужен в каких-то таких определенных экстренных случаях. Так что, вот. Сколько нам еще лететь тут осталось, да? Секунда. Ну, все. Подлетели. Вот. Стали мы на орбиту. Смотрим. Так. Давайте еще раз. Так. Стали мы на орбиту. Смотрим. Вот. Куда мы должны попасть? Мы должны попасть вот на эту Форт Биррофонд. Ну, то есть, грубо говоря, вернуться туда же, откуда мы начинали. Ладно. Давайте так. Давайте сделаем тогда небольшой перерыв. Вот. И потом полетим на этот Форт Биррофонд. Будем его потихонечку штурмовать. Попытка номер два. Так что, все у нас достаточно неплохо. Все хорошо. Давайте так. Сделаем небольшой перерыв. Всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...